Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи» и ведущая им Валерия Седова. Сегодня мы в гостях у Сергея Михайловича Леонтьева, народного артиста России. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот у вас такое особое отношение к театру, не как к месту для развлечения, как к месту высокой культуры, не как к месту, куда можно сходить отдохнуть. Вот неужели нет ни пьес, ни постановок, на которых человек действительно может отдохнуть, или театр – это действительно особое место в жизни человека должно быть? Вы знаете, и то, и другое. Потому что вот говорят, он не играет, он живет на сцене. И мне кажется, это ошибка. Играет, все равно играет. Ведь Отелло душит Дездемону, что же он ее на самом деле… А кто будет тогда завтра играть эту самую Дездемону? Конечно, это игра. Просто уровень игры разный. И вот во вашем вопросе – да, да, это игра. Да, мы играем, и мы радуемся. Потому что игра, особенно когда получается хорошо или плохо. Вот есть такой философ французский Денид Дидро. У него есть парадокс об актере. Небольшая заметка, парадокс об актере. Там все сказано про то, как вот играет, а сам в это время себя контролирует. О, хорошо, хорошо, пошла сцена. Ой, что-то я здесь наврал. И там что-то еще. Идет саморежиссура постоянная. Это идет. Поэтому от обычной игры детской отличается тем, что сам себя еще по ходу делаешь, и следишь за собой. Сам себя режиссер, как говорится. Ну вот все-таки для зрителя, да. С каким, наверное, настроем туда идти? Потому что есть веселые пьесы, на которые действительно ходишь, повеселиться, отдохнуть. Есть серьезные пьесы, на которые нужно настраиваться, на которые ты понимаешь, что ты можешь вынести, и, может быть, выносишь совершенно другое. Нужен какой-то особый настрой или человек должен идти в театр, ну вот как такое вот обычное рядовое представление? Ну да, конечно, так всегда было. Люди заранее, за неделю готовились. В чем приду, как наряжусь, кого с собой возьму? Я видел своими глазами, как люди в Антракте ходили вот так парами по всему фойе, большому фойе вот так вот в Антракте. Вот 15 минут они ходили так друг друга. Себя показать, на людей посмотреть. Это было, это ушло. Телевизор пришел, и все пошло наперекосяк. Кино. Кино очень много нам, так сказать, навредило. Или помогло, наоборот. Потому что сейчас все такие живые, достоверные. Любой молодой в сериале появился, собственно, такой он прямо вот как будто действительно живет, а не играет. Вот. Но тем не менее, конечно, готовиться надо. Потому что если человек идет на Чехова, значит, если он идет специально на Чехова, он совсем другой зритель. Он совсем по-другому будет смотреть. И мы это чувствуем. Неизвестно, каким образом. Это непонятно пока. Ну, как? Приходит седовласий генерал, который войну прошел, который весь израненный и убивал. Сидит и смотрит, и переживает. Как там отел? Задушит, не задушит. Он знает пьесу, знает, чем все кончится. Но он приходит за сопереживанием, за состраданием. Ну, что там говорить в футбол? Смотрим ведь тоже. Выбросил телевизор один зритель, когда его команда проиграла. В окно выбросил. А где-то в Бразилии один даже застрелился. Его команда проиграла, он застрелился. Что это такое? Жажда прожить жизнь. Еще раз прожить подготовку к будущим испытаниям, что ли. Я не знаю. Это заложено инстинктом. Почему котята играют, собаки в детстве тоже маленькие все играют. Проигрывают кусочки жизни. Иначе это инстинкт самосохранения, если хотите. Даже так. Я слишком тут увлекся, да? Нет, очень хорошо. В какие-то сферы ушел. Нет, очень хорошо. Конечно, игра. И зритель играет в театр. Конечно. Он пришел поиграть в эту... Ну, вы там... Ему нравится, что он это переживает. Ему это доставляет удовольствие. Если не ошибаюсь, вы в театре служите больше полувека. Да. Как при вас менялся театр? И как вы менялись? Всяко менялся. Жил со страной. Вот что было в стране, тем и мы жили. И ни в коем случае не жалею об этом. Жил со страной. Горжусь даже этим. Что было в стране, то и разберемся, что было, что не было. Что случилось, что стало в стране. И прости им, где нас горько обидели, по чужой и по нашей вине. Это Есенин. Жил все. Менялось все время. Дело в том, что театр, в отличие от кино, искусство сиюминутное. Вот здесь, сегодня, сейчас. Если сейчас это неинтересно, значит, скучно и непонятно. Поэтому вот что происходит, это должно отражаться на нас. И в репертуаре, и в исполнении тоже. Но эстрада, конечно, повлияла на театр. Кино повлияло на театр. А телевизор, тем более. Как сильно изменились вы от того момента, когда вы пришли в театр? Да. И от того, как сильно сейчас. Что изменилось и как изменились вы? Юношеская наглость, самоуверенность, глупость. Но вот наглость мне помогала пробиваться прямо все. И удачно попал, очень удачно попал в струю. Вот это то, что случилось в стране. Мода на молодежь. Я первые два сезона просто летал от ролей. И по сцене летал. Да. В одном из интервью вы говорили, что в молодости вы играли, когда только пришли, вы могли играть в восьми, в десяти постановках. Да. А с возрастом это изменилось, что вы стали к ролям подходить по-другому. Что изменилось в вас? Хорошо, когда есть возможность выбирать. А когда делай то, что положено. Вот мы взяли такую. Будь любезен, голубчик, играй. И будь любезен, играешь. Вот. Потом пьесы-то разные бывают. Мы зависимый народ. Зависим от репертуара, от пьесы, от режиссера. А режиссеры разные. Вот у меня много было встреч с режиссером за свою жизнь, где я по пальцам не пересчитаю. Но вспомнить могу двоих-троих только. Которые по-настоящему коротко внедрили в меня то, что надо. Это, это и это. И какие-то вот от этого я запомнил. Вот это. А от этого в это. А от этого в это. В работе. Да. Ну, а если не секрет, что запомнили? Что вот, допустим, отложилось хотя бы один из примеров? Нельзя играть качество. В слове как. Часто говорят, в искусстве главное как. Нет. В искусстве главное что. У Пушкина, опять же, Пушкин. Отелло это кто? Ревнивец, там, зарезался, да? А Пушкин пишет. Отелло не ревнив. Он доверчив. Есть что играть. Его понял, я знаю, что играть. Ведь этот самый маленький трагедий. Ведь он, этот самый Сальери. Никакой Сальери на самом деле не убивал никакого Моцарта. Это же факт исторический. А почему Пушкин написал про это? Моцарта там почти нету. Один Сальери все время. Одни монологи. Он вызывает такое сочувствие, такое сопереживание. Сострадание. А почему? И гений парадоксов, друг. Тоже Пушкин сказал. Гений парадоксов, друг. Через парадокс можно понять истину. Через парадокс. Как так? Как это не ревнивец отелло? Мы же знаем, что он такой. Тогда открываются глаза у актера. И у зрителей тоже. И Сальери нет. Он страдает. Пушкин ему сочувствует. Ну, как Пугачев в «Капитанской дочке». Это же страшная жестокость. Вначале там убивают просто на глазах у героя. Все эти зверства страшные Пугачевские. И в конце такое благородство. Когда он вспомнил, что ему подарили заячий тулуп. Это же всем сердцем начинаешь любить Пугачева. Хотя у того же Пушкина российский бунт. Бессмысленный и беспощадный. Какая правда в этом? Возвращаясь вот к этому временному промежутку. Вы в начале, вы сейчас. Ведь в начале было и, как вы и сами говорили, много главных ролей. Да. А сейчас у вас, вот если я правильно, опять же не путаю, то есть у вас две чеховские роли. Да. И далеко не главные. Да, 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 конечно. Почему так? Нет желания вот туда? Или сейчас, наоборот, самое вот то, что хотели, то, что выбрали, то, что вы хотите воплотить? А тут уже, как говорится, как в этой песне. Я могла бы, только гордость не дает. А моя мама пела так. Я могла бы, только возраст не дает. Шутка такая. Вот, конечно, уже вот с такого количества текста осилить уже сложно. Сложно уже репетировать, сложно плясать и петь. Петь я вообще не боюсь. Один раз пришлось, но ужас, ужас, ужас. Хотя слух есть, все, так сказать, понимаю. Нет, я лучше меньше, да лучше. Вот. Сейчас я в этой стадии. Ну, а немножко о подходе к ролям. Как сильно изменился подход тогда и как сильно изменился подход сейчас? Как сейчас? Ответственность больше. Потому, что на тебя уже смотрят не просто как мальчишка, который вот молодой, бодрый, веселый, скачет, бегает. А чего ты там этот самый? Ты же такой, ну-ка, ну-ка. Ответственность большая даже. Совесть-то мучается. То есть, ваши роли делаете, даже, наверное, можно ли сказать, да, что наполовину ваши роли делаете вы, а наполовину ожидания зрителя, что они ожидают, что вы сейчас. Так это самое главное. Ведь спектакль делает не спектакль, спектакль это заготовка. А возникает спектакль в зрительном зале. Мы это чуем, неизвестно как, но он там возникает. Бывает, ой, сегодня все, сегодня провал. Почему? А бывает так, что зритель неудачный. А бывает, мы виноваты. Что-то случилось. А если какая-то, не дай бог, какая-то страшная история в театре, совсем другой спектакль. Даже вот шел на работу как-то, собака попала под машину, большая. А как она кричала? И-то она смотрела на людей и кричала. И как я играл после этого. Через полчаса у меня спектакль. Я никогда так не играл. Какую-то роль сейчас не помню. Вам довелось поработать диктором. Вы читали рассказы, стихи на радио. Да, очень много читал. Да, расскажите вот об этом опыте. Насколько он важен для вас. Очень, очень. Это я так благодарен судьбе, что за меня зацепился один человек. Мы записали все, что только возможно. Это там километрами просто. Там и Чехов, и Бунин, и Есенин, и Пушкин. Ну, чего только нет. Вот. И самая вершина, как говорится, чем я действительно могу гордиться, не стыдясь этого слова, это Гоголь. Портрет. Вот его повесть «Портрет». Это то, что по-настоящему получилось. И не моя вина в этом. А вина в том, что... Ну, вот, потому что это... Это все. И про нашу профессию, и про жизнь, и про все там. И про искусство, прежде всего. Да? Ну, а вот как раз про все эти произведения. Как к ним готовились? Вы просто приходили, вам говорили, вот вам стопка книг, пожалуйста. Или вы сидели? Нет, сам. Копался сам. Сами выбирали все произведения, которые будут? Конечно, сам. Да-да. Ой, вот это меня интересно. А это я знаю. Это интересно. А это нет. Это сам. Такой момент тоже вот хотелось бы спросить, потому что вы еще отучились и на режиссера. Да. Есть же такая фраза, каждый актер должен убить себе режиссера. Конечно, так всегда. Не мешает? Нет, это естественно. Это естественно. Как говорят, он живет. Если бы он жил, значит все, никакой не режиссер, а только дорога в психиатрическую лечебницу. Да. Игра. И самоконтроль. Вот я вначале об этом сказал. Дидро написал об этом. Парадокс об актере. В этом парадокс. Играет, и в то же время контролирует себя. Ну, и такой вопрос, наверное, тоже частый, может быть банальный, но оттого все равно не менее интересный. Какой бы совет вы дали молодым актерам, которые пытаются? Или даже вот так вот можно? Какой бы совет вы дали самому себе тогда? В искусстве главное не как, а что. Вот ищи это, что. Вот уже как про Отелла я рассказал. Кстати, про Отелла еще одну рассказать, одну вещь? Да, конечно. Одна женщина, режиссер, дочь известного актера и режиссера Михоэллс, была такая фигура, уровень такой, как Станиславский. Вот она уехала в Израиль и образовала там свой театр. Театр наций. У нее были актеры со всех, и Азии, и Китая, и Европа, и Южная Америка, все. И попался там молодой человек двухметрового роста, красавец, неписанной красоты, негр, молодой, который совершенно ничего, ну, как белый лист бумаги. Она долго не могла понять, куда бы его пристроить, так сказать, все играли. И вдруг Шекспир Отелла, она решила, почему-то такой эксперимент. Читали? Нет, не читал. Пришли домой к ней, пришли домой, сели там на балкон. Она ему читает эту пьесу. Когда доходит до места, когда Дездемона потеряла платок, этот молодой человек, красавец шоколадного цвета, вдруг становится серым и падает в обморок. Большой двухметровый гигант. Его откачали потом. В чем дело стало? Спрашивают, что такое? Что же вы больны? Нет. Оказывается, у них в том племени, откуда он приехал, веками существовал закон такой. Когда девушка выходит замуж, он ей дарит платок. В случае, если она его потеряет, моментально собирается все племя, публичная казнь. Чуть ли не руками своего жениха, вот за это я не берусь. Но вот когда он узнал про это, про платок, он просто упал в обморок. Это я к чему? Опять же, как играть Шекспира, Отелло, допустим. Вот эту историю надо знать, тогда будешь знать. И как Пушкин сказал, он не ревнив, он доверчив. Передача подходит к концу. Спасибо, что стали сегодня нашим. Не за что, было бы за что. Спасибо вам. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова